Пожалуйста, если у кого-то было откровение, видение, пожалуйста, можете сказать. Не было или страшно говорить? Пожалуйста. А я не вытягиваю, чтобы выдумывали откровение. Я всегда говорю, если есть что-то говорить, выдумывать не выдумывайте того, чего нет. И я думаю, что все мы сегодня должны быть благодарны Господу за то, что Бог дал нам сегодня такую возможность прийти при лицо Господне и помолиться Господу, ну и проверить свое собственное сердце. Люди, которые сказали, что им не надо или посчитали это лишним, это говорит о некоторой безответственности. Может быть, в сегодняшний день вы ничего нового и не услышите. Мы обычно хотим что-то новое услышать. Но вы знаете, если мы читаем Библию, то, наверное, что-то трудно новое вычитать. Разве только некоторые вопросы поглубже рассмотреть можно. Может быть, обратить внимание на то, на что когда-то не обращали внимания. А в служении пророков, в служении сосудов Господних, которые начинают так говорить Господь ошибки или неправильно переданное слово от Господа, оно приобретает гораздо большую силу, чем это делает проповедник. Вы понимаете вот эту вещь. Одно дело, когда я проповедь сказал, но тоже от Господа. Господь тоже ложит, что сказать, как сказать. Иногда, может, просто дословно проповедник проповеди, ваши слова повторить, ваши сомнения, которые вы говорили. Но оно все равно не имеет такой силы, как пророк подошел прямо, конкретно, так говорит Господь. Это две разные вещи. И ободрение, утешение очень сильное. Но если это ошибка, то удар тоже очень сильный. Потому что Бог так не говорил. И вы помните, что Господь предупреждал свой народ и своих пророков, которые он пользовался. Он говорил так. А если, говорит, пророк допустит обольстить себя и скажет от моего имени слова, которое я не говорил, то я говорю, взыщу это с того пророка. Поэтому хотелось бы, чтобы в сегодняшнем были особенно внимательные. Я, может быть, не буду много примеров приводить, но все-таки некоторые приведу. Может быть, не называя живых по именам, да и мертвых не буду называть по именам уже сегодня. Не в этом дело. Но я хочу сказать, что все-таки очень большой ущерб этому служению и подрывает авторитет от этого служения. Пророчесть положенные, неправильно данные. И вы хорошо понимаете, что это значит. 99 раз будет через вас правильно, а один раз явный провал, и люди будут помнить не то, что было правильно, а то, что было неправильно. Потому что правильно, оно принесло благословение, а неправильное очень сильно отразилось на жизни. Болезнь. И они будут помнить это. Поэтому я для начала прочитаю один из текстов Писания. И вообще, я сегодня не думаю очень много говорить. Я просто хотел бы, насколько это мне доступно, насколько я понимаю Писание, показать, почему вот происходят ошибки у пророков. Как это все получается. Это не секрет? Может кто-то из вас когда-то, может быть не сегодня, раньше говорил, ну через кого, через кого, а через меня не может быть ошибок. Через меня все точно. Ну, хорошо, если это вера. А если это самоуверенность, то тогда просто Богу придется где-то допускать что-то, чтобы бодрствовали и могли понять, что не всегда так просто все бывает. Не всегда легко. Не всегда это различимо. И моя сегодня цель, не говорить много, а постараться разложить по полочкам, насколько это я буду способен. Я просто хочу, чтобы вы молились сегодня. Иногда знаете, что одна наша сестра любит повторять часто, говорит, думки пруть, а слов нема. То есть, вроде бы, понимаешь хорошо. А уж чтобы это выразить толково, доступно. Но тоже, наверное, непросто все бывает. И вы в своей жизни замечали, иногда хочется сказать, так старается сказать, а скажет так, чтобы вообще говорить, ну как это, ну вообще я же не думал этого говорить. А что-то так вот получилось вообще, а вы что? Вот иногда трудно даже выразить то, что кажется, ну конкретно понимаешь и знаешь, и стоит только где-то одно-два слова не то, и уже будет не совсем то, что надо. Вот я хотел бы, чтобы вы молились, чтобы сегодня это нам принесло благословение. Я думаю, после того, как я скажу, ну, наверное, мы помолимся после братья, кто имеет вот познание, какое познание? Не просто рассказать о чем-то, а вот показать явно, как, почему вот так бывают причины. Мы же сегодня собираемся не для того, чтобы унизить друг друга, вы меня слышите хорошо, а чтобы помочь друг другу, потому что если есть провал, значит, ну есть причина. Что-то недопоняли или что-то не так поняли. И никто из вас, ну, не хочет, чтобы так было в жизни, хочется, чтобы все было чисто, потому что мы перед Господом несем ответственность, не перед людьми. И это бывает далеко не просто. Но я прочитаю послание к Ефесянам, наверное, то самое лучшее будет место для начала нашего сегодняшнего и служения, и того, что я буду говорить Ефесянам, 4 глава, 11-16 стихи. Это в общем известное место, это перечень вот этих служений всех. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырами и учителями. Для чего? К совершению святых. На дело служения, для созидания тела Христова. Да коли все пройдем в единство веры, в познание Сына Божия, у мужа совершенного, в миру полного возраста Христова. Да бы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеку, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в своем миру каждого члена, получает прощение для созидания самого себя в любви. Посмотрите, насколько много вопросов решается с участием пророков. Есть по порядочку. Апостолами, а потом идут пророки. Потом кто? Евангелисты и пастыря. Это, может быть, те люди, с которыми больше всего конфликтов бывает. А потом учителя. Хотя Писание говорит, пойдите и научите. Это вроде на первом плане стоит. Но они почему-то здесь поставлены на самый задний план. Пастырами и учителями. Вот почему, когда мы говорим о порядке подчиненности, или лучше сказать, подотчетности, то все-таки мы должны хорошо понимать, что за церковь отвечает пастыр. Пророк отвечает за то слово, которое он передает пастыру. А за церковь отвечает пастыр. Можете еще раз прочитать послание щеми церквам с Откровения Иоанна. И там вы увидите, что Господь, когда говорил, то Он сказал, и мы немного против тебя за то, что ты ангел написал, или паста, тому кто отпишет. Попускаешь жене Язавели, называешь себя правшицу учить, и уводить в заблуждение рабов моих, и есть и доложертву, но любодействует. То вот поправляй положение, потому что если не поправишь, то, ну, Господь, мне придется меры принимать к тебе. Поэтому очень важно, и чтобы Господь и пастырям, и служителям дал этот дар различения духов. Это очень важно. Этот дар действует независимо от анализа речи. Он не нуждается в анализе. Вот то, что мы, допустим, сегодня проверяем, то по слову говорим, по слову или против слова, или в Библии этого нету. То дар различения духов, он не нуждается в этом. Пророк пророчествует, а он сразу видит, что это не тот дух, что надо. Чувствует сердцем. Не думаю, что займу много времени, кто из наших пожилых братьев и сестер из Баранович. Тут вообще есть еще и другие церкви, которые помнят эту ситуацию. Когда некая сестра Галя приезжала, наша Светлогорская живет, не знаю, где она сейчас живет. Не знаю, сейчас ее положение. Вот насколько все непросто. Здесь буду я замешан в некоторой мере. Я совсем не говорю, что я имею этот дар. Я вообще не знаю, что я имею. Я просто работаю, и все, что я чувствую. Что-то знаю, что-то не знаю. Не считаю нужным. Пересчитывать все. Но я помню первую встречу с ней. Уже кто помнит брата Кирилла нашего, Ахримовича, кто его знает, его уже нет, он тоже уже в вечности. Как раз были собраны у него дома. Собраны были для молитвы. И я помню, только открыл дверь, стал заходить туда на место молитвы, она сразу поднялась, вот идет брат Николай. И начинает мне говорить то, что не однажды мне было сказано Духом Святым. А у меня внутрь противление. Я сам не могу понять, почему. Потому что придраться к тому, что сказано, я не могу, потому что я уже это знаю. Не один раз было сказано. Но я понимаю, что навешивать ярлыки сразу по первому, так сказать, какому-то внутреннему движению не стоит, потому что можно ошибиться легко. Я понимаю, что это очень сложные вещи. И для пастыра, хотя я тогда и пастыром-то не был еще, как мне кажется, потому что уже давновато было, но тем не менее я хорошо понимал, просто немножко делая отступление, пастыр всегда ходит по лизби и брык в этих вопросах. Если он угощит Дух Святой, то будет отвечать перед Господом серьезно. И если попустит заблуждение, то тоже будет отвечать. Что хуже, что строже, мне уже трудно сегодня разбираться. Но у него нет широкой дыры. Он будет ходить или-или, или одно, или другое. И я тоже понимал это, боялся и боюсь до сегодняшнего дня. Хотя иногда чувствуется. Я сижу, наблюдаю. Она поднимается, идет через нее слово. Вот идут два человека. За ними идут два беса. Два демона она назвала. Называют какие? Через пару минут открывает без захода два брата. Я их хорошо знаю. Их вчера, чем сегодня Григорьевич говорил, Да, точно все. Вопросов нет никаких. Точно. А внутри противление. Я думаю, ну почему? В чем причина? И вот что интересно. Приезжала моя сестра с Южно-Сахалинска. Ну и пошла на молитву. Как раз говорит, тут такой сосуд. Пойди помолись. Прошли, помолились. Ей было сказано, так, 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 так. Все нормально. Ну, как всегда, надо же где-то еще в другое место поехать. Ну, она поехала. Это было чё, что Саша Баякова еще жила тогда. Говорили, Надюш, Люшки. Поехала туда помолиться. Ей идет слово в слово то, что было сказано, что Сатухалю. Но с одним добавлением. Это тебе уже было сказано только через нечистый сосуд. И пошли открылась сильнейший дух прорицания. Уже дальше, 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 дальше. Это все не так просто, как мы сегодня думаем. Не все это легко на сегодняшний день. А вот почему и крен может быть то в одну, то в другую сторону. Но я знаю одно. Что, если я и вы боимся Господа, если мы хотим, чтобы Господь хранил нас, Он всегда подскажет нужное время. Вот кого-кого, а душу ты и Господа не проведешь. Не истины. Как часто вот бывает. Вот это удивительно, что вот так вот бывает. И после явно открылось, я уже говорю про этот случай, конкретно. Обнаружено, что не то, что надо. Дух прорицания сильнейший. Поэтому, когда я сегодня говорю эти вещи, то я не для того хочу, чтобы вас запугать сегодня. Или сказать, что у вас все не водно. Нет. Просто показать, насколько это серьезно и насколько это непросто все. И если что-то и есть просто, то оно просто для Господа. А для нас непросто. Но Он дал нам обещание такое, что из моей руки, что вас не похитит никто. Вот за это благодарение Богу. Но надо быть внимательным. Чувствительным голоса Духа Святого. Не всегда все лежит на поверхности. Я помню, почему я еще продолжаю примеры. Потому что они говорят о том, что все не так просто, как часто. Когда я был в Москве, я тоже имен не называю. Значит, работал с одним из сотрудников. Это был очень такой и образованный брат, и проповеди говорил хорошо. И вот однажды, я уже детально все не рассказываю, как оно было, но пришлось решать один вопрос. Это, правда, видение я редко вижу, но чаще бывает в сновидениях. И вот я в сновидении разговариваю с ним. И он высказал одну фразу, сказал такую. Я уже не повторяю. Там было не то, что нецензурное, нет, но такое вот грубо. Ягдану, а его сердце наполнено нечистым духом. Так это образованный человек, центр работает, на самом высшем уровне, отобненный союз, и так далее, и так далее. Я ему ничего не сказал. Но после подтвердило в жизни, когда он мне наяву тот же самый день сказал так грубо то, что он сказал. Я никому ничего не сказал в то время. Прошло почти 10 или 12 лет. После звонит мне, говорит, попал в психбольницу. Он приехал ко мне, мы с ним встали. Он все помнит хорошо. Ты, говорит, помнишь, брат Николай, что мы с тобой работали в Москве, что мы с тобой были друзьями, что мы с тобой все... И тут же начинает совсем другое. Ты понимаешь, говорит, израильская разведка ехала в огонь, набросилась на меня. Я ее разбросал, разбросал кругом, одних в одну, чтобы... И на сегодняшний день проблемы с ним, до сегодняшнего дня. Может, кто-то догадается, я специально не хочу тени на кого бросил. Да, он сегодня своей рыбой претендовал быть пастыром одной из церквей. А сам несвободный. И сегодня пиротически, ему надо что-то делать. Не всегда все сразу бывает. Не всегда все сразу открывается. Вот почему, когда мы сегодня будем молиться, я думаю, и друг за друга будем молиться. И еще о чем-то будем говорить на сегодняшний день. Но у меня такая вот цель, очень такая, ну, самая важная, все-таки показать, как это происходит. Как это происходит. А для этого я буду читать одно место священное писание. А может, оно на первый взгляд покажется вам... На сегодняшний день не присущим. Читать этого не надо. Но все-таки я, по счастью, когда выведу то, что я хочу сказать, вы увидите, что это надо. Что это надо. Это Псалом 102, 13-14 стихи. Как Отец милует сыну, так милует Господь Боярчаща его. Ибо Он знает состав наш. Помнить, что мы персть. Бог пользуется ж нами. И пользуется нами, составленными им из чего-то. И я буду читать то, что вы уже знаете. Но после выведу на сегодняшнюю тему. Чтобы мы поняли, как это все происходит. И могли бодрствовать. Не просто так вот что-то произошло, а неизвестно как. А я читаю, из чего мы состоим. Бытие 2 глава 7 стих. И создал Господь Бог человека из праха земного. Потом, что он и что сделал. И вдунул в лицо его дыхание жизни. Это вторая составляющая. И что стало с человеком? И стал человек душою живою. Третья составляющая. Я немножко... Под руки мне вчера попалась папка моя. Я просто хотел показать, что же происходило. Я взял просто... Для духа я расчерчил вот в эту сторону линеечками. Для тела в другую сторону. Смотрите, что получается. Когда дух соединился с телом. Что вы сейчас видите? А? Квадратики, правда? Не полосочки, квадратики. И вот в третьей инстанции образовалось не что-то новое. А она состоит из двух вот этих. Только две. Накладываем одна на другую. Образуется третья. Уже квадратики. Из чего мы состоим? Дух, душа и тело. Хочу добавить, что мы иногда слово дух употребляем в смысле душа. И слово душа в смысле дух. А вот в данном случае душа означает жизнь. И когда соединилось тело, которое Бог сотворил из материи, с духом, то стала душа живая. Но как вы думаете, все-таки, что является главным в нашем составе? Хотя основанием является плоть. Наверное, все-таки дух наш, правда? Потому что Писание говорит как? Тело без духа что? Тело без духа мертво. А вы помните, когда вот эта девочка умерла? Иисуса просили, исцели приди. Когда Иисус приказал духу вернуться, говорит, и дух возвратился в ней, и она ожила. С чего мы состоим? Тело, душа и дух. Главным является дух наш. И разум, вот то, чем мы воспринимаем информацию, он содержится в духе. Он не принадлежит к телу. Вы помните выражение апостола Павла? Чтобы вам обновиться духом ума вашего. Духом ума вашего. Но когда дух соединился с телом, тело само по себе мертвое, оно ничего не чувствует. То стали работать законы, которые отвечают за тело, и которые отвечают за дух наш. Человек начинает чувствовать боль, человек начинает чувствовать голод, потому что, а когда они разделены, то тело же ничего не чувствует. Вы скажете, а о чем здесь говорить? А вот о чем я хочу говорить. Что информация, которую Господь дает пророкам, она проходит через разум, который духу принадлежит. Вы меня хорошо слышите? Я не говорю, что вы пророчествуете от разума своего. Это две разные вещи. Есть пророки, которые от разума своего пророчествуют. Есть от бесовского духа пророчествуют. А я говорю, что Бог дает слово, но оно принимается разумом нашим. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? Оно принимается разумом. Оно не проходит мимо разума нашего. Но что еще влияет? Я говорю о составе. А вы знаете, что во плоти нашей, что еще живет? Это тоже наш состав. Болезни живут во плоти? Живут. Это ваши болезни? Ваши. Они из чужого источника, но не наши. Мои. Характера живут в нашей плоти? Живут. Писание так говорит. Павел говорит. Знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей доброе. Помните это место Писания? Это наш состав. Но когда тело отдельно от духа, оно мертвое. Когда оно живет, то все похоти, все наши характера, они имеют свой голос. Мысли формируют. И куда эти мысли направляются? В наш центр. Вот эту душу нашу, которая образовалась за счет слияния тела и духа. И они влияют на нас. Смотрите, как часто заболит что-нибудь. Сегодня кто-то говорил, диагноз неправильно поставили. Я помню, однажды тоже себе неправильный диагноз поставил. Стало мне болеть в боку вот здесь. Очень сильно. День, два, три. Знаете, какие мысли формируются? У тебя рак. И оно в мою голову идет. У тебя рак. У тебя рак. Это кто-то из моего состава начинает влиять на мой разум. И эти мысли формируются так, что я их понимаю. Потому что структура известна мысли. Ну, правда, стал молиться, Бог говорит, никакой тебе не рак. Ты просто простыл. Вот другой источник, который пришел на мой разум. И он меня успокоил. Я сегодня еще живу. А то, знаете, посмотрел, один от рака умер, другой, третий, четвертый. И я заболел. Как говорят, юмор есть такой. Кажем, все великие люди уже поумирали. И я заболел. Ну, там перечисли больших людей. И я, говорит, заболел уже. Вы знаете, что я этим хотел показать? В духе нашем, может быть, слушайте, зависть, может быть, обиды. Это уже, ну, чисто духовная сторона. Уже не плотская похоти. Это сторона плотская. А вот зависть, это уже духовная. Но они живут по плоти нашей. И все не пытаются сигнал давать мысленное на разум. Поэтому я обращаю на это внимание. Мысли формируются нашим духом человеческим. Он имеет способность мыслить. Мысли может дьявол формировать, свои мысли. Вы помните Деяние Апостола? Говорит, Анания, зачем ты допустил сатане уложить в твое сердце что? Мысль. А чем была мысль прелета? Головой, правда? Разумом, который в нашем духе содержится. Зачем ты допустил сатане уложить в твое сердце мысль, солгать Духу Святому? Вот эти источники из нашей плоти, которые действуют на наш разум. Ну, и я хочу сказать. И Бог тоже знает, как формируются мысли наши. И от него приходят мысли. Но они куда приходят, они приходят тоже в наш разум. Вот почему я хотел говорить о составе нашем. Потому что ниоткуда эти не приходят мысли, это наш состав. Это то, что нам присуще. И я думаю, теперь никто не будет спорить, что да, действительно, через разум проходит все. И очень важно, когда Господь говорит, и я в этом говорил в прошлый раз, и нам быть свободными. Потому что кроме похотей, которые умеют формировать мысли, кроме болезней, которыми дьявол пользуется, чтобы наш разум смущать, а все идет в эту голову, все идет туда, или спущает нас, или ободряет, то надо быть свободным. Я часто говорил о свободе. И сегодня брат Анатолий подчеркнул, как характер может повлиять. Раздражительное. Увидела, что идет. Сразу возмутилась все. И пошел сигнал в разум. Она его приняла. Дед уже говорил, нет, Дух Святой. Что, дочь моя, я до сегодняшнего дня помню эти слова. Да как ты пор будешь искушать Господа? Если ты так будешь делать, я тебе истреблюсь лица земли. Это было... Но это не Дух Святой говорил. Это говорил другой Дух, который был сформирован характером. А все это прошло через голову. А она не сумела различить, что это не того Духа. Может быть, она до сегодняшнего дня думает, что это Дух Святой говорил так. Но это не Дух Святой говорил. Поэтому вот все эти похоти, характера наши, они имеют свое влияние на голову нашу, на разум. И когда мы не свободны от этого, тогда Господь говорит свое слово, а эти квартиранты свое. Думаешь, а что, обожди, Бог говорит так. Да она же такая плохая. Да она же только мне наделала. И сразу мгновенно все это проворачивается и в голову идет. Нет, Бог так не может говорить. Закрыли. Не дали Богу сказать то, что Он хотел сказать. Еще остальные, братья, вы меня хорошо понимаете, что я говорю. Это война за голову, война за разум. Я не вижу, что от разума. Но через разум проходит все. Вы не один раз, когда приходили мысли какие-то, вы их отвергали. Потому что мгновенно что-то другое приходило. Или сомнение, или смущение приходило. Не может такого быть этому брату, или так далее. Ну не может. Это мгновение времени. И все меняется. Потому что через голову проходит. Я очень хотел бы, чтобы мы еще не понимали вот эти вещи. И никогда не говорили, что через меня ничего не может быть. Может. Если хранишь себя, бодрствуешь, не может. Если не будешь бодрствовать, может. И это очень часто приводит к последствиям серьезным. А чем мы можем замусорить наши сердца еще? Я повторю то, что я не один раз говорил. Это поношение, это клевета, это предвзятое мнение, которое же не воплоти хранится, а хранится в нашем собственном разуме. Разум и память, они фиксируют все, но, что люди говорят о каком-то, о братье или сестре. И коль ты его принял, это как мина замедленного действия. Или которую прачат. Тебе есть информация об этом человеке. Она лежит в твоей голове. Ты имеешь об этом человеке свое мнение собственное. И когда Бог начинает говорить, а у вашего благорода вы видите этого брата очень часто, или вам называют имя, сразу же выяснил, когда эта мина взрывается, то, что вы знаете, идет к разуму, и вы не знаете, это сказать или не сказать, это правда или неправда. Как правило, с одной стороны, хотя я говорю, я начинаю себя очень крупным специалистом в этом вопросе, но, как правило, первые мысли, которые приходят, когда вы бодрствоваете, они и есть от Господа. А уже противоречащие, это уже точно война. Это уже где-то замусорено сердце. Или клевета какая-то принята. Или собственные взгляды имеете. Поэтому я всегда говорю, что сосуд, когда он становится при лицом Господнем, чтобы принимать голос Божий и передавать, он не имеет права ничего иметь. Ни собственного мнения, ни слухи, ни клевета, ничего другого не должно интересовать. Я хочу знать, что Бог говорит об этом человеке. А если это не так, уже будут проблемы. И мы поем такой псалом. Мы его раньше очень часто пели. Учи твой голос различать от голосов иных. А я говорю, а зачем набирать эти голоса? То уже лучше как-то хранить сердце так, чтобы быть свободным от этих голосов. Зачем набрать целую коллекцию, после разбираться, что откуда пришло. Я когда-то помню, однажды в одной церкви, это было давно, говорил на эту тему, и одна сестра из пророков она сказала так. То, то если так, говорит, если так себя хранить, говорит, то, говорит, то лучше не прощество. Правильно. То если ты не хочешь, то лучше тогда не прощество. Потому что, если ты понимаешь это правильно, это один вопрос. А если ты говоришь, что лучше тогда не прощество, то есть защищаешь, то тогда лучше тебе не прощество вообще. Потому что можешь сбиться не туда, куда надо. Вот он знает наш состав. И тот, кто состав наш знает, он знает, как уберечь нас от всякой лжи. Он знает состав. И знает, как все это происходит. Поэтому, вы хорошо понимаете на сегодняшний день. Я думаю, я вас не завел в заблуждение. Вы понимаете разницу, через разум проходит или от разума идет. Это две разные вещи. Но, Слово Божие, когда мы читаем Священное Писание, оно говорит о том, что проходит через разум. Говорит. Вы помните Еремия с Варухом? А как ты, говорит, записывал? Он, он говорил мне, а я слушал и записывал. И пророки, Самуил, допустим, вы помните, как Господь говорил к нему? Он говорил ему голосом. Самуил, Самуил, и он это слышал, и после передавал. Что раз разум проходило? Что раз разум? А как можно слышать без разума? Как можно запомнить, если нет памяти и разума? Невозможно. Я бы очень хотел, чтобы в сегодняшний день мы были бодрствующим в этих вопросах. Потому что все это будет иметь самые серьезные последствия в будущее время в нашем служении. Поэтому, если говорить об ошибках, которые бывают, я хотел бы сказать, они уже неоднократно назывались, какие бывают ошибки. Одна из ошибок, которые бывают. Как только Бог однажды через человека что-то сказал, он уже думает, что он пророк. И начинает пророчествовать. А один раз в жизни Бог даже через защиту однажды сказал. Это совершенно не значит, что вы пророки. Если Бог когда-то сказал и правду, и сбылось. Вот одна из ошибок. Но, наверное, потому что очень хочется быть им. Вы знаете, пророков очень уважают, но их очень и бьют. Так что вы смотрите не на одну сторону только. Смотрите на две. Смотрите на две. Их уважают, за ними гоняются, но их и колотят так, как никого больше. Особенно, если что-то где-то есть. Поэтому, я опять пожалу со собой и сторон смотрите на эти вопросы все. Потому что огромное влияние оказывает на женщин. человека. Недавно, я не буду называть имен, один из братьев наших умер. Но тут братьев, догадается, о ком я веду речь. Где-то несколько лет назад получил откровение через петерик сосудов, что можно ему брать разведенную. и даже я влез туда, заставил вот так вот. Я его сочетывал сам. Хотя я ему говорил, что не должно быть так. Не можешь ты это делать. Ты служитель. Тем более, это особые какие-то требования. Да нет, ты что, через пять человек едешь, всем было сказано, да, я поставил нужду в своей группе. Говорят, нет. Через одного нет, через второго нет. Через третье, говорит, закрыл глаза, идет, сам не знает куда, говорит, повязка на глазах, вот рвется, и сам не знает, чего он хочет. Я стал молиться сам. И Бог говорит, если он так сделает, попадет в яму и не выберется из нее. Я смотрю, яма, уверху есть выход, можно выбраться, но очень трудно. По-разному нечесть к этому вопросу. Но через два года он умирает. Говорят, зра, наверное, его отстранили, зра его, наверное, сделали. А я сказал, про все, говорю, он служителем не будет. Вы как себе говорите? Не будет он служить. Потому что Бог конкретно сказал, не будет, не может быть. Жена звонила, говорит, я, говорит, в таком аду не жила, говорит, ну, со своим мужем неверующим, как с ним. Ну, там, может, со стороны жены было что-то, но я теперь говорю так, но жена жива, а его нет. Вот вам, пожалуйста, пророчества были. Если б их таких не было, вполне возможно, и финала такого не было бы. Но Писание говорит, Бог, что, поругаем, не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Поэтому ваше служение, это служение очень ответственное. И ошибки пророку, они очень дорого будут стоить и им самим, и всем остальным, которые в какой-то мере будут увлечены этим. тогда вовсе не надо их. Не обойдешься. Вы знаете, есть вопросы, которые у Библии, у Библии нет ответа на них. Вы скажете, как у Библии нет ответа на них? Ну, да. Если, допустим, воровать или не воровать, что тут идти к пророку? Или пьянствовать или не пьянствовать? А вот когда жениться или не жениться на той и другой, поменять место жительства или нет, не найдете. Такого расписания нету. Был бы такое расписание, я бы взял бы, достал бы, сказал бы, о, тут написано, ты должен жить вон там и там. Может, и проще было бы. Но такого нету. И здесь уже нужно водительство Духа Святого. Да, Слово Божие часто указывает, Словом Божиим ответы получаем. Но это место тоже надо, чтобы выбрал Дух Святой сам. Не выберешь. И то выберешь, и другое выберешь. А что мне присуще, что мне надо, и трудно и выбрать без этого водительства. Поэтому пусть Господь сегодня благословит вас, чтобы, ну, понимали вот это хорошо. Ну, и проверать. Надо проверать себе. Надо проверать. Что-то заметил, все, потому что это вопросы непростые такие. Здесь не может быть. Бог некоторое время, когда говорит человеку, ну, как будто не обращает внимания. А почта проходит рыве и начинает действовать. Начинает действовать. И тогда бывает нелегко и непросто. Поэтому я обращаю на то самое серьезное внимание, потому что вообще без вот такого Слова Господня, живого, как мы сегодня говорим, и служения то наши не будут полноценными. Это то, что должно быть у нас. И я сегодня не придавливаю своими словами, чтобы его не было. И я просто хочу, чтобы не было ошибок. До минимума избежать их. Поэтому я так постарался и разложить попозже, как же все это происходит. Почему так получается? Да. есть такое пророчество, когда механизм тот, как и говорение на языках. Вы знаете, на языках мы же не думаем, мы сначала говорим потом, но это очень редко. А как правило происходит через разум? Видение. Вы скажете, а как видение? А, в нашем разуме есть механизм воображения. И видение Бог формирует разумом и механизм воображения нашего. Вы меня хорошо слышите? Вот все то, что Бог показывает в видении, это в разуме есть механизм воображения. И Бог берет его дел и показывает видение. Но есть такое явление в духе. Это мгновенно, как в тумане увидел и исчезло. А видение, оно стоит очень четко. Разница, вот видите, кто видит видение. Есть духе, промелькнуло, и все. Это тошно от Господа. Но здесь можно ошибиться, что свое воображение. А уже когда Бог дает видение, я это испытал несколько раз, стоит видение, я напрягаю все свои усилия, чтобы его поменять, а у меня тут заклило, я вижу то, что вижу. Слушайте, меня хорошо. Вот оно стоит. Воображение мог поменять мгновенно. Вот что, закрою глаза, я уже не раз говорил. Я могу вообразить свой дом мгновенно, андрушку увидеть, ну что еще могу увидеть, а что хочу, то и увижу. А уже когда Бог дает видение, там он уже не подчиняется. Вот так можете проверить. Иногда. Вот что это? Воображение собственное? Или это действительно Бог дает, Бог дает? Видение я имею в виду. Они настолько четкие бывают, явные. Вы помните, что Петр вообще даже не разобрался, он думал, что видение видит, а на самом деле он вышел из тюрьмы и шел уже по улице, а думал, что видит видение. Вот такую реальность Бог в видение уводит. А в некоторых случаях мы просто видим видение, но и сами хорошо понимаем, что это видение, мы тут же контролируем, что-то я вижу видение, а в других случаях, когда действительно ты думаешь, что ты в самом деле находишься в той атмосфере где-то там, что ты видишь? Что хотел бы я сегодня еще сказать, друзья мои? Одна из ошибок пророков. Не вообще понимают, что когда Бог исполнен Духом Святым, это совсем не значит, что Он будет говорить. Слушайте меня, что я говорю? Бывают случаи, когда мы стоим на молитве, Бог исполняет нас Духом Святым, чтобы укрепить нас, но не собирался ничего говорить. А пророк начинает говорить. Это будет от Него. И трудно после переубедить, говорит, а я явно чувствовал или чувствовал присутствие Духа Святого. Что вы мне говорите? Просто обратите на это внимание. Я, может быть, не могу быть образцом, но я все-таки что-то сам пережил когда-то. Когда, помню, в том же самом Велуте, тут брат есть, когда вышел за кафедру, Бог исполнил Духом Святым и ничего не говорит. И после, в чем дело, Бог пояснил. Для того, чтобы я не смущался, то Бог пояснил, что они вот на тебя надеялись. Что приехал брат Николай будет говорить. И потому, чтобы у меня не было смущения, Бог наполнил Духом Святым, а слова не было. И уже после, когда стали на колени, покаялись, вышел второй раз, совсем было по-другому все. Поэтому просто обратите внимание. И наверное, хорошо делают те сосуды, которые, чтобы не было ошибки, просят у Господа знака. Господи, дай мне знак, чтобы я знал, когда ты начинаешь говорить. Потому что исполнение Духом Святым, это не всегда значит, что Бог начнет действовать. Это может быть для вас лично, для вашего утверждения, для обновления. Мы же считаем очень часто, что если коснулся Дух Святой, все обязательно надо прочувствовать. Это не всегда так. И я очень обращаю внимание на такую деталь святого служения. Само трудно это определить, когда от себя, от человеческого разума идет. Слышите меня хорошо? Когда человек не свободный, то присутствие силы Божьей, он проявит себя. А вот когда держу от себя и исполниться не исполнилось, и одержимости нету никакой, и думает, что произошло. Так что я думаю, что ваше служение не очень-то простое. На первый взгляд, кажется, Бог дает, да и говорит, а с другой стороны, Бог дает, но и дьявол не спит часто. И он не спит, и не дремлет, чтобы что-то кинуть. я хотел бы, чтобы сегодня я все не скажу, но в каких-то ошибках, чтобы могли избежать. Я только не хочу вас провести в страх, чтобы вы боялись рот раскрыть. Совсем у меня этой цели не было, абсолютно. Я понимаю одно, тоже хорошо понимаю, какие бы мы умные не были, как бы много не знали, но если Господь попустит, то ничего-то не спасет нас. Поняли меня, что я говорю? Не спасет. Но тем не менее, вот в некоторых вопросах, некоторые стороны, мы должны отметить для себя и помнить об этом. Ну и конечно же, в Библии описаны все способы, которыми Господь говорит. Я помню, когда-то в свое время говорили так, если вот так Господь говорит, Бог, а если голос услышал, то это уже не Бог, ничего подобного, ничего подобного, и голосом, и уведением Господь говорит, и через мысли говорит, но все тоже про нечистоте херты дьявол может подделывать. Вот в чем проблема вся. Почему? Дали где-то место? Где, когда, по какой причине? Наверное, это вопрос каждого. Вопрос бодрства не каждого сосуда. но так просто ничего не бывает. Ошибка, еще одна ошибка, на которую я хочу обратить внимание, это когда мы получили слово, но в некоторых случаях не получили истолкования и сами истолковали. И тогда не принимается ни то, ни другое, хотя слово было от Господа. Вот почему очень важно. Сказал Господь слово то и то. Имеешь истолкование скажи, не имеешь, скажи, вот то, то видела, то, то слышала, а как понимать? Понимай уже ты, или давай будем молиться, чтобы Бог сказал, что это значит? Потому что неверное истолкование, оно заставляет людей выбрасывать все. Я не раз рассказывал, была пожилая такая старушка, такая интересная, где-то 96-97 умерла, и до конца своей жизни была бодрость вышла в этом вопросе. Вот интересно, обычно люди теряют, а это было вот и да. Я помню, приехал к ней помолиться, но было несколько нужд, и она такими отрывками совершенно не связаны логически эти выражения были. Бывает, знаете, что так говорит Господь, логически одно из другого вытекает, а эта фраза брошена, другая фраза совершенно ее не касается, третья фраза и четвертая фраза. Это был ответ и на мои вопросы конкретно. Она встала и начинает не толковать. Это вот так, это не было. Все было правильно, но вы меня не толкуете, потому что вы не знаете, в чем идет. Все правильно было. Но истолковать ты не можешь. Совсем другое она мне говорила. это уже голова начала делать. Истолкование было. Но нестолкование языков, конечно, на русском языке было, но толкование смысла самого. Поэтому непростое у вас служение. И то нельзя вам, и то нельзя, и то вам нельзя. И ничего нельзя. Одно можно быть чистым и святым, это можно. А все остальное нельзя. Потому что будет ущерб, будет урон. Ну и конечно же, друзья мои, братья, сестры, библейский порядок действий Духа Святого есть библейский. Написано, если один проще свой, то другой молчит. То что? То как надо делать? Подчиняться или не подчиняться? Конечно, о чем речь идет? О чем речь идет? Если мы сидя же будет откровение, то первый молчит тогда. А когда бывает вот так проповедника перебивают, или допустим проповедник проповедует, а она пошла по рядам пророчеств. Ну что это такое? Ну что это такое? Вы меня понимаете, что я говорю? Ну тут уже думать много не надо. Вот то я допустим говорю, что может быть не написано прямым текстом, а вот о чем же речь вести дальше? Он говорит, духи пророческие что? Послушны пророкам. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание, самое сердезное внимание, потому что если не обращать внимания, можно зайти далеко. Люди упадают в одержимость, потому что они не послушали, не хотели слушать. Пусть Господь сегодня благословит всех нас, пусть даст нам милость на сегодняшний день. Ну и не надо бояться проверок. Я думаю, что наша молитвенная группа, она уже не боится проверок. Поняли, что это надо, это хорошо. Я вам скажу, как мы молимся. Я это не могу навязать. Может кто-то найдет что-то лучшее, может что-то более разумное найдет. Вполне возможно. Но мы пока что другого способа не нашли. Только по фамилии вообще, под номерами вы все знаете. Первый номер, второй, третий, десятый, и никто не знает, кто под каким номером. Вот будем молиться за первый номер. Ну и молимся, записываем на магнитофон. А после под первым номером был кредит. А теперь давай послушаем, что ты сам себе напророчествовал. И тут приходится соглашаться, что неправильно. Или принимать то, что было через себя. А вы понимаете меня? Через себя само. Но не так часто бывает, но просто-напросто все-таки она дает результат. Это не игра. Я совсем не хочу сказать, что мы играем с духом, играем с дарами. Это не игра, это серьезная. Это та проверка, где можно проверить себя. Вы помните молитву на группу, когда мы три раза делали, через часть сосудов не было ничего, сказали, а вы не пророки. Или начинаете пророчество, если пророки, не бойтесь, или я просто вас исключу из списка. Когда три раза и ничего не было, тогда за что время занимать? Ну, и стали, перестали бояться, ну и нормально, я не скажу, что там какая-то герость прошла или что-то, это проверка самих себя, потому что мы ходим перед Господом. Конечно, мы это делаем в своем кругу, если в своем кто-то и ошибся, не страшно, но когда где-то в широком что-то, тогда вы знаете, что это серьезная вещь очень, это серьезная вещь. Поэтому хотел бы, чтобы Господь благословил нас, я бы хотел, конечно, сегодня очень много пророков, которые просто бросают, не брошат внимания, что, для чего, на него что не хотят никому подчиняться, они никакие проверки не идут, сами по себе. Поэтому я бы лично, хотя я сам в Барановской церкви, я там постольку-поскольку имею власть, номинальные, но вообще допустил бы тех, которые прошли проверку и нормально, а не всех подряд, которые есть. Много, но не хотят люди прознаваться, не хотят, потому что все-таки, но это плохо кончится в будущем, потому что есть подопреждение из Песняного Писания, есть Слово Божие, и потому хотелось бы, чтобы Господь благословил нас, чтобы мы сегодня вот это, что мы сегодня прослушали, могли во внимание принять и впоследствии избежать многих ошибок на уже то, что написано порядок. Послание Павла к Коринфианам, он написал, помните, он написал, вы разумеете, что я вам пишу, ибо я вам пишу что? Заповеди Господни. Это не просто желательно, чтобы вы там вот так делали, то заповеди. А для заповедей нет желательно, нежелательно. Эту заповедь и делай так, как написано. Пусть Господь благословит нас, мы будем молиться еще, помолимся, может быть, какие-то откровения. Дальше, если у кого-то из братьев брат Федор Максимович просил, у него что-то есть для пророков сказать, мы ему разрешим. Но пока что мы давайте встанем на наши ноги. Я думаю, что мы будем молиться, чтобы потом благословение Господне вызвать, чтобы Господь сегодня разрешил наши проблемы, чтобы Господь сегодня помог нам, может быть, еще за кого-то помолиться, кто нуждается в этой помощи. Ну и, наверное, здесь братья одну нужную такую заявили, которую пустили в самом начале. Белоуша одна из сестер пропала. Ищут ее никак не... Белоуша, да? Никак не могут найти уже который день. Что случилось с ней, никто не знает. Поэтому давайте из-за этого нужно помолимся, принесем мне при лицо Господне, потому что для нас это неприятно. Это повод кому-то злословить. Это повод кому-то догадываться о чем-то. Поэтому давайте мы сперва за всё будем благодарить Господа. Я думаю, первое, что мы будем делать, будем благодарить Господа за голгофскую жертву. Потому что без этого ни всё остальное было бы не наше. И, я думаю, было бы несправедливым сначала со здоровьем благодарить, а потом за голгофскую жертву. Сначала за то, что Бог дал нам потом за Голгофскую жертву. Голгофская жертва должна стать всегда на первом плане. Это самое главное и важное в нашей жизни. Молимся и благодарим Господа.